Урок 1. Минимальная структура модуля. В уроке мы рассмотрим структуру модулей, взаимодействие, варианты установки, а также некоторые особенности, которые позволят быстрее разобраться с созданием модуля. Bittrex Framework имеет модульную структуру. Каждый модуль отвечает за управление определенными элементами и параметрами сайта, информационным наполнением, структурой, форумами, рекламой и т.д. При установке системы ставится набор модулей, соответствующий редакции продукта. Удобно рассматривать список модулей на странице сравнения редакции. Стандартный модуль системы нельзя докупать по отдельности. Для получения дополнительных модулей существует возможность проапгрейдить систему до следующей редакции. Модули системы главным образом работают независимо друг от друга. Однако в ряде случаев функционал одних модулей основан на возможностях других. Как один из вариантов такого симбиоза – модуль «Торговый каталог». Он расширяет возможности модуля информационные блоки и позволяет пользователю выполнять настройку цен товара в зависимости от различных условий. Bittrex Framework позволяет расширять функционал системы с помощью создания собственных модулей. Основное правило, которое нужно очень хорошо запомнить – нельзя изменять стандартные модули. Правки, сделанные в стандартном модуле, будут затерты следующим обновлением. Функционал, который переносится от проекта к проекту, очень удобно объединять в модуле для переноса, поддержки и обновления. Для этой цели создан Marketplace. На сайте размещаются решения, которые можно разделить на три весовые категории. Простые на уровне компоненты или набора компонентов. Средние, представляющие из себя модуль. И готовые сайты. Для 1S Bittrex существует множество решений, которые можно использовать в проектах. Существуют платные и бесплатные решения. В некоторых платных решениях присутствует ознакомительный режим. Он позволяет ознакомиться с решением перед покупкой. Бесплатные решения можно использовать без ограничений. Все доступные решения можно увидеть на сайте marketplace11bittrex.ru, а также в админке сайта в разделе Marketplace – каталог решений. Установить решения можно несколькими путями. Первый вариант – используя систему обновлений. В данном варианте необходимо, чтобы лицензия была активна. Установить решения можно из Marketplace, а также из административной части сайта. Установка очень простая. Второй вариант – установка из административной части. Без использования системы обновления. Для этого варианта необходимо иметь исходные коды модуля. Модуль необходимо разместить в папке Bittrex Modules, и тогда в административной части станет возможна его установка. Перейдем в административный раздел. Список всех стандартных модулей, имеющихся в системе, можно посмотреть на странице настройки модулей. Модули можно удалять и устанавливать заново. Исключением является главный модуль – модуль управления структурой. Попробуем удалить и установить модуль блоги. Следует помнить, что модуль не удаляется из системы полностью, а остается в папке Bittrex Modules. Удаляются административные скрипты из записи в базе данных, компоненты и настройки. В любой момент вы можете установить модуль. Создаваемый модуль может содержать неограниченное количество файлов. Все зависит от задач, которую он решает. Минимально необходимое количество файлов – 3. Install Index.php – это файл с описанием модуля, а также инсталлятор и деинсталлятор. Install Version.php – файл с номером версии модуля. Версия не может быть равна нулю. Include.php – подключаемый файл. В нем должны находиться включения всех файлов с библиотеками функций и классов модуля. Для каждого модуля в файле Install Index.php должен быть определен класс с именем модуля. В классе должны быть определены методы doInstall и doUninstall, которые устанавливают и удаляют модуль соответственно. Также возможно сделать пошаговую установку. Для этого применяются файлы step1, step2 и т.д. В некоторых случаях требуется выполнение запроса в базу данных для создания структуры, а также копирования файлов. В таких случаях необходимо предусмотреть как установку, так и удаление. В файле version.php записывается версия модуля. Версия должна быть отличной от нуля. Минимальная версия 0.0.1. В файле Include.php располагается подключение всех классов, присутствующих в модуле, и необходимой для его работы. Файл подключается при подключении модуля во время выполнения скриптом сайта. Некоторые особенности. Подчеркивание в идентификаторе модуля использовать нельзя. При добавлении модуля система проверяет допустимые символы в коде модуля. Можно использовать латинские буквы и цифры. Учтите, что если название модуля начинается с цифр, то работать не будет, так как в PHP функции или класс не могут начинаться с цифр. Также не стоит использовать смешанный регистр в коде модуля. В partner.urie нельзя использовать языковые сообщения через getMessage, только непосредственно строку.